Всем привет, меня зовут Андрей Барышников, и это подкаст «Спортивках». В этом сезоне мы обсуждаем о том, что спорт может быть в удовольствии, и, мне кажется, когда эти разговоры заходят, как не поговорить о футболе, это реально вид спорта, где множество детей, мне кажется, начинают именно с него. Даже не то, что там бег, если не говорить как о лёгкой атлетике, а именно футбол, реально вот все во двор приходят пинать мяч, и это очень круто. И поболтать о футболе ко мне пришёл Василий Мавриин, футбольный тренер, и спасибо ребятам из Кинопоиска, что познакомили, что вот наша встреча состоялась, и можно будет с тобой сегодня поболтать о футболе. Честно скажу, что хотелось бы сразу прямо начать с того, что как ты считаешь, в чём вот вообще прелесть футбола, почему все им так болеют? Всем привет. Привет, привет, привет. Привет. Что касается футбола, слушай, ну это самый доступный вид спорта, начнём с этого. То есть это дёшево. Не у всех есть возможность покупать дорогой инвентарь, если мы говорим о, например, хоккее, или вот даже теннис. Возьмём, к примеру, и вроде ракетка, там какие-нибудь шортики, маечка, а это стоит космос. Футбол – это доступный вид спорта, это раз. Второе – это самый популярный и самый политизированный вид спорта. То есть здесь очень много денег вкладывается именно в футбол. С точки зрения это престижно. Поэтому и выхлоп такой. То есть много людей, большая гребёнка занимается. Хотя, если взять по России, то это очень мало занимается футболом. Если взять, допустим, какую-нибудь Америку, к примеру, будь она неладна 20 раз в нынешней ситуации, то там девочек только занимается больше, чем в России мальчиков-футболистов. То есть сейчас потихонечку и женский футбол семимильными шагами начинает шагать в России. Ну, в частности, в Москве в большей степени. Но во всём мире, там, Швеция какая-нибудь, Дания, где женский футбол действительно популярен. И он хорошо котируется, на него смотрят, ходят. А у нас даже на мужчинок не совсем, скажем так, ходят на матчи по той или иной причине, назовём это так. А как ты думаешь, вот именно дешёвый вход полностью с тобой согласен? И особенно про хоккей классный пример. Потому что я помню, когда в Швеции болтали с ребятами, с местными, они нам рассказывали, что у них хоккей, который обычный, это дорогой вид спорта, а есть дешёвый, это бенди, это хоккей с мячом. Что типа как раз там они говорят, просто берёшь там мячик, там какой защиты не нужно, и можно играть. Слушай, это минимальная защита. Вот я занимался ригбенди, я же из Кемеровской области, Кемеровский Кузбасс. Там ребята играют как раз-таки в хоккей с шариком. И я долгое время, ну, относительно, конечно, параллельно совмещал. То есть и футбол, и хоккей. Это хоккей, зимой это был хоккей с шариком, естественно, пока не было хоккей с шайбой. У нас одно время был хоккей с шайбой, а потом как-то в мгновение ока, ну, раз пропал. И все занимались только шариком. И окей, я такой, ну, хорошо. А шарик, что такое хоккей с шариком? Это прежде всего работа коньковая. То есть это работа на движении. Это хоккей с шайбой, ты не так много двигаешься с шайбой самой, сколько просто перемещаешься. А тут тебе надо еще и бежать с шариком, то есть контролировать мяч. Ну да, чтобы просто кто не понимает, что хоккей с шайбой, я думаю, вы знаете примерно, как выглядит коробка. Да, маленькая, да. Хоккей, да, это на большом на поле. Да, там, где беготня, там, где другие объемы, ближе, приближенные к футболу. Ну да. Ну а как ты думаешь, вот футбол именно в чем такой именно кайф именно самой игры? Все думают, что это просто, но по факту вот эти нюансы, их куча. В легкой атлетике их куча, потому что футбол это та же самая легкая атлетика. То есть 90% времени футболист проводит без мяча на поле, и люди об этом даже не задумываются. Они думают, что самое главное это работа с мячом. Но когда я начинаю раскладывать на полочке нюансы их движения, оно просто, знаешь, вот когда куча лишнего. Когда вот это, слюни все летят, руки в одну сторону, ноги, как она называется, елочкой, как вот в лыжах, да, ты когда поднимаешься в горку. И я говорю, блин, ребят, вы же тратите время на это все. Вот это все, это отнимает у вас время, силы. Плюс мы говорим о том, что неправильная работа футболистов, в частности, именно в движении, в беговой работе, приводит к травмам. Это кресты, колено сразу страдает, стопа, до свидания сразу. Вот эти два, и, соответственно, от этих двух моментов потом пошли все там приводы, пахи, спина там и так далее, и так далее. Люди думают, что это просто. Но на самом деле это два сложнейших вида спорта. Что легкая атлетика, неважно, спринтерские дистанции, либо стаерские, да, большие, либо футбол, это все максимально сложные. Но так как у нас экспертов в стране, и я думаю в мире, вообще миллион, которые говорят, ты, что надо делать? Ты беги быстро, ты бей сильно, ты прыгай высоко. Как? Поэтому, возвращаясь к твоему вопросу, да, люди считают, что это очень просто. Поэтому теннис, ай, там сложноватые эти форхенды, бэхенды, да, как там еще, ну, пнуть каждый может, побежать каждый может. Вот, поэтому вот из-за этого легкий вход, порог входа очень легкий. Ну да, и причем, получается, я однажды думал о том, что у нас в России, там, вот я как бы в масс-области рос, не так популярен, например, тот же там баскетбол, потому что там, не знаю, там нужно кольцо, нужна все равно площадка, как бы ты мечом об землю обычную не постучишь. А футбол, я даже вспоминаю, там, я когда спортивным ориентированием начинал заниматься, у нас привлечение, как бы, к спорту вообще, чтобы нам было интересно, оно было все равно через футбол. И что это такое было для нас футбол? Это ты берешь, там, два рюкзака, там, не знаю, поставил это одни ворота, два рюкзака, вторые ворота, и все, вот ты играешь, как бы, вот и футбол, и классно. Да, хоккеисты вообще разминаются футболом. То есть у них раскатка идет, там, в день матча, они могут футбол поиграть. Нормально, да? Футболисты играют футбол, потому что их профессор, а хоккеисты играют футбол, потому что, вот, они так разогреваются. Расскажи, вот ты сейчас начал по чуть-чуть уже рассказывать про тренерство, какую роль, чтобы как раз сейчас больше зрителей и слушателей познакомить с тобой, какую роль спорта вообще играет в твоей жизни? Слушай, ну, спорт – это и есть моя жизнь. Я с 17 лет работаю тренером по футболу, и параллельно с этим я играю в футбол сам, но я расцениваю это как хобби. То есть я и всем говорю, что, ребят, футбол – это хобби. Стать профессиональным футболистом, а, не есть успешно, б, это не есть долго, это не профессия. Ну, оно локально, ты максимум, ну, хорошо, до 40 лет, хорошо, максимум до 40 лет. Если ты, там, 17, 18, вот, 18 профессиональный контракт подписал, и до 40 лет, ну, это маленький пул. Да. А мест, количество команд уменьшается с каждым годом профессиональных, количество мест уменьшается, денег становится меньше. И говорить о том, что, о, я профессиональный футболист. Да нет. Я футболист-любитель, но я профессиональный тренер. Я даю возможности как раз-таки тем людям, у которых, тут, смотри, две категории есть. Людей, которые ко мне обращаются. Первое – это те, которые где-то отстают. Это категория, там, вы, у нас, там, вот такая-то проблема. Мы, допустим, бежим, нет скорости. Окей, давайте смотреть. Вторая категория людей, которые более продуманные, они, в любом случае, они в порядке в футбольном плане. Они, там, на хорошем счету, но они понимают, что надо еще вложить в себя. Вот эта категория, вот, самые грамотные. Потому что ты до 18 лет, образно говоря, закладываешь тот фундамент, на котором едешь до 40 лет. Вот, и поэтому, да, я просто совмещаю. То есть, у меня нету перенасыщения. Ну, иногда, конечно, бывает, но, тем не менее. То есть, я тренер, я провожу много тренировок. У меня нет команд. Я занимаюсь, в основном, в 99% индивидуально. В мини-группах, либо один на один. И играю в футбол. То есть, я практик, я знаю, что работает действительно. Я не тот тренер, который, там, теоретически, о, ты, там, туда бежишь. Тактические какие-то моменты, либо стандартные упражнения, которые делаются в команде. Я другой план. Я раскладываю, там, на молекулы, на детали каждое движение. Выбирая их, там, причесывая, лишнее убирая. Говорю, вот все. Что ты, я говорю, если ты хочешь быть футболистом, ты должен что делать? А, это бежать. Б, это бить по мячу. Классно, эффективно. Если ты еще дриблинг умеешь, ну, тогда ты вообще просто, наверное, какой-то суперодаренный будешь футболистом. Потому что, если сейчас посмотреть, футболист пробежал, отдал передачу. Пробежал, пробил там поворотом. Все. Вот. Мало... Слушай, ну, звучит круто. Получается, что я прям, для тебя спорт, это, то, что я слышу, это прям кайф. Да. То есть, ты прям именно кайфуешь. Конечно, я очень кайфую. Я очень люблю, конечно, иногда бывает, допустим, вот сейчас летом мы провели футбольные летние программы, когда у тебя за месяц прошло через тебя 200, вот у нас в этом году 202 человека за месяц. Вот тогда, конечно, ты за месяц просто энергетически высасываешься. Очень сложно. Хорошо, когда идет обратная связь. То есть, ты даешь энергетику, и она восполняется от детей. Но бывает и такое, что дети вампирят, да, и они высасывают последнюю энергию, и ты такой уже... Вот. Такого не так прям часто бывает, но тем не менее. Поэтому, конечно, возвращаюсь. Я кайфую. Потому что я имею возможность работать с разноплановыми людьми, там, командами. Я не привязан к одному, вот как тренер команды, он заложник этой команды, получается. Он заложник этих детей, которых там, или этих взрослых. Я не... Вот я хочу, работаю сейчас. Вот не захочу я ничего не проводить. Я буду сидеть и говорить, блин, я не хочу ничего делать. Ну, а звучит круто. Вот. То есть, вот в этом автономность, и в этом, как говорится, кроется вот секрет того, что ты не приедаешься, это не рутина становится. Это всегда в кайф. И тогда ты начинаешь штудировать, а что еще можно сделать там. Я там, допустим, окей, хорошо, это есть. А что такое кинезология? Я такой, опа, блин, кинезология. Классно. Давай-ка посмотрим. Хорошо. О, а как в цепи работают мне официальные? О, а если вот эта мышца в этой цепи не работает? Так. Ага. Так он тогда, получается, бежит косовато, из-за того, что какая-то одна мышца там не работает, его перекосило. Класс. Давай-ка, ну-ка, я простудирую, ну-ка, я буду вырабатывать. Оп, попробовал. Да, действительно, это работает. Слушай, ну а есть какие-то минусы, которые вот ты видишь именно у себя? То есть, мы сейчас еще отдельно потом проговорим про профессионалов, про профессиональный вообще футбол, ну там около даже может быть профессиональный. А именно для себя, которые ты видишь в спорте, там, не знаю, что тебе вот, ну, ты сейчас рассказал, что тебе иногда бывает тяжело, но это нормально всем, да, что типа какой-то когда работу сделал, я думаю, что если бы мы сейчас после матча сидели бы, ну, просто где-то играл, ты бы тоже такой, блин, типа я устал, тяжко. Слушай, ну я вчера был на матче Амкала, ребята играли в Кубке России в Иваново, вот я приехал рано утром, где-то в районе там 4-5 утра, вот, был вместе с ними на матче. Ну, да, это немножко другое. Вот, поэтому, ну, слушай, не устает тот, ничего не делает, поэтому нормально это. Ну, а есть какие-то для тебя вот минусы, что, не знаю, что бы хотелось или поменять, или как ты видишь? Слушай, минусы, если мы говорим про структурирование работы, тренерской там, или футбольной в частности, проблема кроется в следующем, это отсутствие системности. То есть методологии, по сути, для каждого тренера, ну, формально они есть, ты проходишь лицензирование там, и тебе шаблонами накидываешь, что вот так вот это как с командами работать. Вот, вопрос, начнем с того, что ты либо тренер команды, либо тренер-индивидуалист. Вот, я никогда не понимал, когда тренер индивидуально дает те же самые упражнения, что в команде, то есть тебе приходят на индивидуальную тренировку, и ты делаешь все то же самое, что в команде, как бы, а зачем вы платите тогда? Ну, так вы же уже это делаете. То, что ты говоришь, я вот сейчас индивидуально буду заниматься, буду делать то же самое. Да, конечно, будет небольшой буст, потому что внимания чуть будет больше, чем обычно, но кардинально ничего не поменяется в этом моменте. То есть ты должен искать таких специалистов, которые тебя делают лучше. Вот, таких специалистов мало, потому что все шаблонно работают, шаблонно двигаются в плане методологии всевозможных. Мало кто дополнительно штудирует что-то. Саморазвития в футбольных кругах, в футбольных тренерах не так много. Хотя сейчас, блин, информации куча в доступном, вот в общем доступе. Есть какие-то дополнительные там за денежку я периодически прохожу, какие-то мастер-классы. Но тут вопрос интереса тренера конкретно. Но системность такая, что, допустим, вот ты тренер команды, допустим, мы возьмем какую-нибудь большую академию. Какая академия тебе близка? Какой футбольный клуб? Ну, давай Спартак. Вот, Спартак, хорошо. Вот тебе Спартак. Представь, ты тренер ребят. У тебя 20 человек, ну, к примеру. И вот лучших 20 человек в Москве, которые в очереди стояли, чтобы попасть к тебе в Спартак. Не к тебе как к тренеру, а к тебе в Спартак. И ты такой берешь их, начинаешь работать. И в какой-то момент у тебя там три человека, по твоему мнению субъективному, ну, ты тренер команды, они становятся плохими. По каким причинам, мы сейчас не говорим. И ты такой, эй, ребят, 5 человек новых на просмотр мне покажите, пожалуйста, сильных. 5 человек пришли к тебе. Раз, ты такой, о, заменил. Извините, вот, пришли лучше. То есть тренеры не заинтересованы готовить. Чем выше академия, тем меньше потребность готовить футболистов. Парадокс. Ты думаешь, что попадая в академию, тебе сейчас все там просто, пау, раскрылось это все. Вот этот нимб пошел, ты такой белый свет увидел. Да, думаешь, это оно. Нет. Попадая в академию в большую, ты становишься заложником тренера, заложником там всевозможных схем, заложником тактики, заложником, то есть команды. А саморазвитие, когда у тебя 5 тренировок на неделе и одна игра. И вот ко мне там некоторые обращаются, говорят, я говорю, график ваш какой. Он говорит, 5 тренировок в неделю и одна игра. Я говорю, хорошо. А куда вы хотите еще дополнительно индивидуальную тренировку поставить? Слушай, ну а почему-то, как ты думаешь, сейчас на этот раз чуть обсудим, ну народ так идет, и они так популярны. Бренды, бренды. И же все больше. Нет, смотри, люди думают, что попадая в большой бренд или в большую, надо понять, что главное найти тренера. Неважно, в какой он структуре работает. Я работал в одной структуре, в которой меня родители попросили вместе, скажем так, взять их группу. У меня часть ребят работала индивидуально со мной, и они на какое-то время просили меня с ними поработать. И у меня было одно из условий, чтобы работодатель, то есть организатор, мне не платил, а платили родители мне. Потому что, я говорю, конфликт интересов. Это частная структура, я говорю, я сейчас ваших детей сделаю лучше, и вы уйдете из этого клуба. Я в этом заинтересован. А руководитель нет. Руководителю надо, чтобы у тебя, в частной, если мы берем сектор, чтобы у тебя, грубо говоря, люди не уходили на повышение никуда. В этом, я говорю, парадокс. А я, наоборот, когда работаю, я такой, о, окей, со мной циклами работают люди. В долгую, прям, годами немногие люди. Цикл отработали, энное количество времени. Все, подправили, как в копилку. Денежек заложили, все, поехали, работаем. Как только денежки у некоторых заканчиваются, они возвращаются. Потому что свойство имеет работа индивидуальная, она сразу тебя, как бы, возносит чуть, потому что, вот, нюансы выбираем. А командная, она общая, она для всех. И если для всех вот эта вот работа идет, и там, и тут, выживает тот, кто более характерный, тот, кто более, там, наглый в основном, вот такая вот консистенция идет, либо ты более талантливый, дано тебе. А, ну, это 10% вот этих вот всех. А 90% они за счет работы должны двигаться. И вот этим 90, я говорю, давайте работать. Ну, слушай, смотри, Тара, в эту тему, если довести. Я понимаю, что, типа, есть, окей, академии, вот эти, которые известны, о которых там даже я сто раз слышал, человек, который извне футбола. Есть там, не знаю, индивидуальные тренеры, как ты. Это тоже еще момент такой, что, как сказать, ты, там, не знаю, классный платный специалист, чтобы к тебе попасть тоже. Там не у всех, например, есть возможность. 100%, да. А как тогда, это такой сейчас, наверное, будет вопрос, если, не знаю, там, у меня ребенок хочет заниматься спортом, в академию, получается, его лучше не пускать, но денег, например, на специалиста, на тренера у меня тоже нет. Смотри, здесь нужно исходить из возможностей. Ну, то есть, если есть куча команд, до которого, там, допустим, до определенного уровня, до которого ты можешь дойти в плане роста, если мы говорим, там, про человека. Вот ты идешь, там, в команду, там, 15 лет, как говорят тебе, 15 лет, ты пришел в команду, там, и такой, окей, вместе с ними, идешь, 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 работаешь, вот. Но в какой-то момент ты либо в зону комфорта попадаешь, перестаешь развиваться, и такой говоришь, блин, меня, кажется, устраивает вот этот уровень. Но есть категория, которая говорит, блин, ну, я вот хочу, я могу вот побольше, я могу лучше. И тогда, в любом случае, неизбежный факт, тебе придется либо дополнительно самому что-то искать, какие-то есть методологии, которые сейчас в свободном доступе, которые могут тебя сделать сильнее и в плане физиологии, и в плане футбольного качества, их куча бесплатного материала. Вопрос желания. Вопрос того, вот есть желание у одного человека, он ищет, смотрит, а тут что, а здесь, а тут какие-то упражнения, а ну-ка я попробую. О, оно работает. А некоторые говорят, ну, все, у меня нет возможностей. Ну да, но это, знаешь, это интересный момент. Я помню, что у нас в спорте, то есть вот, получается, я ориентированием занимался на таком, ну, получается, да, в профессиональном уровне, там, когда мне было 16, 17, 18 лет. И у нас, я прям помню, знаешь, в 18 лет была такая вилка, что, и вот вопрос, на который у меня до сих пор нет ответа, я так понимаю, сейчас с футболом даже вот этот интересный же момент, что тебе, чтобы стать лучше, нужны деньги, но денег, возможно, у тебя нет, потому что, не знаю, у тебя родители столько не зарабатывают, как бы окей. Сам, чтобы, получается, ты... Про саморазвитие, это конечно клёво, ну, в смысле, это просто правильно, что, типа, ты же просто можешь, не знаю, образно, бесплатно что-то искать, и бесплатно что-то делать, бесплатно кому-то там приходить, даже какие-то там тренировки, вот. Но в глобальном смысле получается, что это такое заложничество, то, что у нас ещё происходило, мне интересно просто, насколько в футболе так или нет, что ты в 17 лет, чтобы выступать сильно, должен идти работать сам уже, ну, там, самостоятельно, типа, там. И ты, с одной стороны, хочешь выступать сильно, и тебе нужно время на эти тренировки, на тренировки, восстановление, всё такое. А с другой стороны, ну, ты уже идёшь работать, там, не знаю, по 8 часов в день, потому что тебе же на эти тренировки, там, не знаю, на сборы нужно деньги находить. И ты такой в этом заложник кругу, потому что, и, конечно, есть крутой процент ребят, у нас тоже такой был, которые были супер выдающиеся, они попадали на какие-то ставки, их там кто-то замечал, и это классные ребята, там, но это даже не 5, не 10 процентов, это, не знаю, несколько, наверное, процентов. А остальные, получается, я прям помню, как у нас все или уходили, потому что, ну, некоторых, не знаю, там, работа подкупала, они понимали, такие, блин. Уходят в жизнь, я говорю, это уходят в жизнь, это прикольный момент, смотри, и футболь так, начнём с того, что, вот как я, давай про себя немножко расскажу, я из беднейшей семьи, и вот сказать, что мы ели, у нас недельный рацион был такой, что мы брали, у меня мама, брат и я, вот, мы были достаточно хорошо жили, мать хорошо зарабатывала, но отец, алкаш, который вынес там всё, который там, ну, из хорошей квартиры, из хорошей семьи, у нас получилась там семья неполноценная, и мать работала одна. У нас её отец был, который жил в доме, где у нас огород и всё такое, мы ведро картошки на неделю брали и хлеб. О каких-то возможностях у меня вообще речи не стояло. Да, у меня есть, были какие-то таланты, то есть я каким-то образом там выделялся, ну, своим, то есть желанием впитывать всё, что вообще было там. Тренировки футбольные я там старался максимально, но это вопрос характера. Ну, я не был вообще ничего. У меня там ни бутс не было, у меня ничего не было, ни своих коньков, когда я ходил, там давали клюшек, маек, ничего не было. Вот от слова совсем ничего не было. И каким-то образом я выучился там, попадая там, саморазвиваясь, по сути, я не сам, вот мне сейчас 33 года, индивидуальные тренировки, сейчас я, конечно, могу уже позволить, я очень много там занимался там в фитнес-индустрии с тренерами, потому что я видел именно крутых специалистов, от которых я могу впитать. Я ходил на все их тренировки. Я там посещал много, много лично общался, и у меня там прекрасные отношения с некоторыми ребятами, которые там в сети XFIT там работают, которые там передовые фитнес-тренеры российские, которые проводят обучение. Но тогда не было вообще ничего. Вот от слова совсем. Я начал в 13 лет только переучиваться, я бегал на лаптях до 13 лет, и такой маленький такой... То есть, вот, знаешь, от природных данных. Вот у меня характер такой, скажем так, маленький, вредный такой, знаешь, как собачка такая... Вот. То есть грызущая, старая... Ну, типа, если я где-то участвую, то это надо, значит, по максимуму. Ну, вот. И в 13 лет на сборах я... Мы были... Там была такая сборная, коммерческая сборная России. Это созданная из ребят, которые находятся за Уралом. Потому что попасть сюда было... Нет, я был достаточно такой, типа, талантливый. И когда позвонили в Локомотив, в 13 лет, сказали, вот есть такой талантливый мальчик, можно его на просмотр привезти из города Ленинска-Кузнецкого? Они говорят... Ну, что, ребят? Давайте даже... Нет, мы даже смотреть не будем. И я такой, ну, окей, хорошо. Вот. И тогда приходилось вот именно работать самому. Я в 13 лет был на сборах. Я такой, я с этих сборов уеду и буду двигаться на передней части стопы. Я себе поставил задачу. Я никаких упражнений не делал. Я просто старался бегать на носочках. Все. То есть никаких подводящих. Я умирал. Просто умирал. Утренняя тренировка песок 40 минут. Дальше мы делали тренировка вторая резинка. Третье натуральное поле было. У меня болели кости. Вот все, что... Это не про кайф, это про терпение. Все, что... А мы говорим, когда... Вот у меня нет денег. Ну да. Вот это вот второй момент. У меня нет денег. И я такой просто, у тебя поставил цель. Я говорю, все. Если нет денег, то только через терпение. Конечно. Через саморазвитие. Каким-то образом. Это же тоже саморазвитие. Я потом умирал. Я еле ходил. Там очень тяжко было. Но я уехал. И после этого стал двигаться на передней части стопы. Естественно, это не говорит о том, что это прям эффективно было. Это просто вот я не знал, а что дальше. Или, допустим, я когда думал, что... Большое заблуждение, что если ты много раз жонглируешь, то ты очень техничный. Нет. Если ты очень много раз жонглируешь, ты просто очень много жонглируешь. Все. И я там, да, тоже там 13-14 лет, я такой, тысячу раз надо набить. Я когда набил тысячу раз, такой, ну все. А в чем дальше интерес? Ну, то есть, я вот пытался, когда ты не знаешь, что, как развиваться, ты начинаешь вот... О, наверное, набить надо много. Хорошо набил. Ну, как будто нет. Типа не настолько я стал супер техничный. Набегать на передней части стопы, да. Но сейчас я понимаю, что это можно было сделать гораздо легче, гораздо эффективнее и гораздо приятнее потом фидбэк был бы. А не так, что ты умираешь от того, что ты поставил себе цель. И я хочу на передней части стопы. Поэтому, если у вас нету возможности материальной найти специалиста, который сделает вас лучше, то старайтесь искать бесплатные материалы, искать людей, которые просто могут общаться, которые... Сейчас много блогеров спортивных, которые... Блин, сейчас реально ты в YouTube заходишь, допустим, вбиваешь, как правильно бегать на передней части, там, легкотлетический бег. И там есть какие-то бесплатные упражнения. Хорошие, плохие, работают, не работают. Оно не есть. Ты можешь попробовать? Можешь. Слушай, ну а тогда... Это вот про саморазвитие. А про команды. Как сейчас в футболе получается, что есть ли какие-то, не знаю, спортшколы, куда вот можно ходить, там, не знаю, там, ребенку и... Слушай, их куча, куча школ и куча... Вопрос всегда стоит в том, что тебе дает, для чего тебе? Для того, чтобы социализироваться ребенку, это офигенно. То есть футбольное комьюнити – это самое большое комьюнити в мире. То есть это, несомненно, факт. Я говорю всегда, что если ты даже не станешь играть профессиональным футболистом, ты уйдешь в жизнь в 17-18 лет. Ты любые корпоративные, там, турниры, там, да, любая, там, ситуация, когда просто с друганами... О, а пошли в футбол поиграть. Ну да, это как раз то самое, я думаю, что мы еще обсудим, что футбол именно как в удовольствие. Футбол – это и есть классная социализация. То есть ребенок учится общаться в коллективе, ставить свои, там, допустим, какие-то рамки. Учится, там, все мы понимаем, что, ну, допустим, как это сказать, подколы, да? Ну, в футболе – это более жесткий, когда там подкалывают тебя, и ты учишься отвечать, учишься, скажем так, легко относиться к этим шуткам. Потому что вот в футболе именно так. То есть тебя много там подстебывают, подкалывают, подтрунивают над какими-то моментами, и ты такой уже более, скажем так, легко к этому относишься. И это вот очень хорошее. Плюс ты закончил с футболом, ты всегда можешь играть любительских лиг, миллион. А если ты достаточно неплохого уровня был в какой-то момент, ты даже и за денежку можешь играть. Да, она будет как хобби у тебя, вот как у меня, грубо говоря. Я играю в футбол, получаю за это денежку, но я расцениваю всегда это как хобби. Ну вот есть оно, это офигенно. Но если этого не будет, я профессия, у меня тренер. Я могу тренировки проводить. Я могу там команды тренировать, могу индивидуально тренировать. И вот эта профессия, это возвращаясь к теме того, что футбол, футболист, это хобби. Надо всегда это воспринимать так. Шансов, что ты будешь высокооплачиваемым футболистом и звездой, мало. Есть, но их мало. Это мечта. И если ты готов... Ну типа у нас сейчас многие считают, что... Что у нас сейчас медиа, футбол развивается активно, и люди думают, что блогер просто этой лопатой бабки гребешь. Ты такой... Ну да, кстати, блогер, мне кажется, все так... Ну вот я блогер, хорошо. Что это вот? От блогерской деятельности у меня практически ничего нет. Ну это у меня, допустим. Но я не делаю панацею из этого. Я наоборот хочу, чтобы мне деньги платили за мою работу. Я от этого кайфую. И если у меня есть возможность снимать еще контент какой-то, ну вообще супер. Ну супер. Я тебя на самом деле в этом плане очень понимаю, что мне тоже... Для меня спорт. Я обожаю, что даже спорт может быть моей работой. Не знаю, там я работаю в маркетинге, но при этом вот все остальное, и занятия спортом, то есть не знаю, там я участвую в забегах, и там блог, это даже иногда может какие-то деньги приносить, но в остальном задача-то в другая, что мне просто нравится, не знаю, делиться, нравится этим заниматься, и это типа клево. Но работа есть работа. Я понимаю, что у тебя ровно такое же как раз отношение. То есть можно поставить приоритеты блогер и пытаться монетизировать блогерство. И если это получается, то, наверное, кайф. У меня тоже получается отчасти. То есть я какие-то денежки имею периодически или регулярно. Нет, но все равно это у тебя не главная цель. Вообще нет. То есть нет, у меня никогда... Вообще деньги никогда не стояло приоритетом. То есть деньги... Вот если ты что-то кайфово делаешь, если ты это делаешь хорошо, и на это, скажем так, есть у этого результат, то тогда деньги придут вторым ходом. Я вот за эту концепцию. То есть не ставить деньги во главу угла. У меня был период, когда я зарабатывал 35 тысяч рублей, а жена у меня там зарабатывала 150. Я в тильт не впадал не от того, что у меня нет денег, а от того, что я не так много работаю. Ну смотри, сейчас дальше перейдем к теме. Мы просто чуть-чуть уже говорили про футбол, про детей. И у меня сейчас такой вопрос. Мне кажется... Просто мы сейчас рассказываем с тобой про футбол в кайф, что это классная социализация. И, конечно же, мне кажется, нужно и говорить, и про дворовый футбол. И у меня есть ощущение... На что его нет. Да. Потому что я даже сейчас, когда я сам из Раменского, и у меня как было раньше, у нас еще и Сатурн, вообще все в футбол. Я играл в Сатурне. Немножко. Один сезон, когда они играли на КФК последний год, и потом вышли во вторую лигу. А, ну то есть это уже после... Да, после премьер-лиги, после всего, да, конечно. Вот. И я раньше помню, что там, знаешь, там вот эти все площадки. Ты идешь, там постоянно пацаны там рубятся, все такое. А сейчас, не знаю, с одной стороны, знаешь, причем ты сейчас рассказываешь про то, что там, не знаю, в Европе и в Америке, там, не знаю, женский футбол, там как-то там, не знаю, девчонки начинают, там реально девчонки просто начинают между собой играть мячик. А у нас ощущение, что пацаны перестали... Нет, там не так, на самом деле, немножко. Все, кто раньше был хаотично, сейчас нашлись люди, которые на этом деньги зарабатывают. Они их секции, команды, турниры... Все это перетащили. Да, это просто этих людей завели под определенные рамки. Я играл во дворе каждый вечер. Да не, я просто такой же. Я играл, мне было там мало лет, я играл с мужиками уже. Мы у нас тогда еще приехали, то ли азербайджанцы, то ли кто-то из азиатских стран там на рынки, заполонили рынки. Мы играли летом на арбузы регулярно, они своей бандой приходили. У нас там собиралась своя банда пацанов. Мы играли район на район, ходили. Люлей можно было тоже огрести очень спокойно, когда ты приходишь в другой район, и не дай бог там вот... Спичка какая-то вспыхнула, не дай бог, и до драки могло дойти. Вот, это все было. Но в какой-то момент люди подумали, а что они просто так бегают? А давай-ка я создам команду. Так они мне деньги будут платить за это. За то, что они просто бегать будут? Они мне будут платить деньги. Блин, ну звучит все как-то ужасно. Нет, это просто, ну это реальность такая, что все, кто раньше бегал во дворе бесплатно и собиралось какое-то комьюнити, сейчас даже в Москве есть приложение, вот у тебя не с кем в футбол поиграть? Как вопрос. Ты в приложение в это заходишь, там 10 площадок, ты платишь там 500 или 1000 рублей, и приходишь полтора часа, играешь вообще там пул людей, просто вот так же, как и ты собираются. Ну, короче, он стал коммеризирован прямо даже на каком-то же... На всех уровнях, на всех уровнях он стал просто... Для того, чтобы собрать тебе людей, раньше все пришли на площадку и играют, сейчас для того, чтобы собрать людей, ну у этого одни дела, у этого вторые дела, третьи дела, и даже пол из 20 человек собрать очень тяжело. И поэтому люди придумали команды, люди придумали турниры, которых сейчас миллион, лиги всевозможные, любительские лиги, в которых они организовывают, они берут на себя вопросы с арендой полей, там, судьи, там, какие-то видео, там, грубо говоря, что-то снимают. Они вот за это берут свой процент. За организационный. Вот. А можно ли самим организоваться? Конечно, можно. Но это сложно будет. Поэтому страшного в этом ничего нет. Просто мы говорим о том, что если там детей тоже было много, ну пять тренировок в неделю, если ставят тебе сейчас, и школы, ну как ты пойдешь во двор? Ну да, сейчас еще и школа стала жестче. Школа стала, да. То есть не то, что жестче она стала, просто больше времени занимается мыслями. Родители думают о том, что чем больше ребенок там в школе проведет времени, тем, наверное, он будет супер суперуспешным, супервостребованным, но нет. И меня больше всего пугает то, что это вот наше поколение, вот мне 33 там. Но у меня просто 32. Вот. Это наше поколение параноиков стало. Родители параноики. Мы прыгали с гаражей, мы носились с утра, ушел, вечером пришел, телефона нет, какой-то телефон. У меня телефон появился там, не знаю, в 17, может, лет. Пип-бип, пип-бип, 16-колокольное пелефония и все такое. Но мы-то как-то, блин, уходили, мы-то как-то жили. А сейчас эти родители, они даже детей не могут отпустить на улицу, просто вот так. У него часы тут с GPS-датчиком, рюкзак с еще одной антенной, чтобы, не дай бог, не потерялся. 50 50 там этих замков всевозможных. Камон. Есть история, допустим, когда родитель говорит, я ребенка своего в школу отправляю, а сама на другой стороне дороги иду параллельно, чтобы только тихо, чтобы он не видел. Но как будто он сам идет. То есть, прикинь, я думаю, а что будет, когда наши, вот наши дети уже, у меня двое детей, я думаю, неужели они будут еще более параноиками, они будут загруженными, вот, ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй, тут вот, ой, упал, ой, там это. Мне кажется, что спорт от этого уже страдать начинает, нет? Да, ну, типа, как сказать, знаешь, мне кажется, что просто он страдать начинает, сейчас объясню позицию, что, когда нету какого-то там дворового футбола или вот такого, ну, что-то какого-то подобного развлечения, ребенок, ну, типа, мне кажется, что если он идет сразу во что-то, не знаю, организованное как секция, на него сразу как будто налагают какие-то, не знаю, обязательства и ты такой сразу, да, блин, во дворе никаких не было. Дело не в обязательствах, дело в том, что все тренеры, тут вопрос, когда ты работаешь во дворе, играешь в футбол, ты просто играешь, это игра. Ну, да. А когда ты идешь в секцию, это работа. Да. И эта работа не всем подходит. В этом момент, то есть, важно, вот, есть тренеры, которые в игровой манере подают, и когда ребенок в игровой манере выполняет что-то, он получает удовольствие. Да. А когда ты приходишь к тренеру, который там... Да, вот, кстати, в футболе, в хоккее, мне кажется, вот такие... А это самые жесткие тренеры, особенно, если мы говорим олд-фул какие-то. Просто я в легкой атлетике ни разу такого тренера не встречал. Ну, представь, что у меня еще такой бэкграунд атлетики огромный, ни разу не встречал, а футбол, ну, у нас стадион, понятное дело, легкотетически был вокруг стадиона, у меня ощущение иногда было там каждый второй такой. Да. Там матом на детей, я такой думаю, что происходит. Сейчас меньше уже, если мы говорим про московский регион, конечно, меньше. Вот. Но есть специалисты, которые... Ох... Просто тихий ужас. Не, меня это всегда поражало. Я еще, знаешь, меня, и у меня, понятное дело, еще, знаешь, такой играл такой-такой дзынь в формате, что, типа, я ребенку футболу так вот никогда бы не отдал. Ну, то есть, безумно, что я футбол люблю, я сам во дворе постоянно играл, но когда я видел, что вот реально там легкая атлетика тренера, ну, бывает, кто-то кого-то прикрикнул, ну, что-то такое. Но все равно, в общем, там такое спокойное поле. А в футбол там реально дети маленькие бегают, на них матом, ты че? Я такой думаю, я представлю, как у меня пойдет он так же. Слушай, но есть другая категория, есть которые уси-пуси. Ну, это да, это как бы такая крайности, конечно, да. Вот, да, и здесь важно именно соблюдать баланс между... Ну, сейчас, ты говоришь, такое меньше становится. Вот таких. Ну, вот в московском... Ну, сейчас, видишь, родители параноики возвращаемся. Ты, если что-то сказал ребенку, там все, может, ай-ай-ай-ай-ай-ай, ты там на него посмотрел, не так. Ты там, не дай бог, задел его каким-то образом, там не так. Ну, родители параноики. Вот. Это ключевая мысль. Вот. Есть родители, которые понимают то, что спорт дисциплинируют. Есть какие-то моменты, которые помогут в плане дисциплины, в плане дальнейшего восприятия информации по жизни. Что самое главное. То есть, ребенок учится рамкам каким-то определенным. И если тренер грамотно делает, создает эти рамки, вот. То есть, так, что, как будто они есть, но их нету в том числе. Вот. Допустим, мы там, когда проводим там какие-то, у нас одно, вот в футбольных программах всего есть одно наказание. А как ты думаешь, какое? Отжимания какие-то? Нет. Ни в коем случае. Нет. Физически не можем. Не играть? Да. Вот ты косячишь в течение дня, и мы отнимаем в твое футбольное время. Ты все тренировки посетил, и вот начинается футбол, все начинают играть, у тебя минус полчаса от футбола. Не, ну это прикольно. Все. Причем, что видишь, у меня даже первая мысль, это про отжимания. Нет, Я вспоминаю, что раньше вот это происходило, потому что у меня в беге тоже один раз был такой тренер, который вот реально там что-нибудь сделал, 25 отжиманий, что-нибудь сделал, 50 отжиманий. Я не сторонник этого, это не работает. А так да, но и на нас не работает. Мы такие, ну и отожмем тебя еще раз. То, что ты станешь физически здоровее, это никак не работает. Ты должен ощутить ценность. Я говорю, ребят, мы весь день тренируемся для того, чтобы вечером, час, играть в футбол. Ты не хочешь играть в футбол? Так а зачем ты тренируешься целый день? Ну да. И вот тогда они начинают ценить. Они такие, о, мы работаем, работаем, чтобы вечером, этот час, насладиться этим футболом. Каждый день, по часу в день они играют в футбол. И вот тогда мы говорим, все, мы только за это отнимаем. И вот это дисциплинирует, это помогает им каким-то образом вести себя в гостинице хорошо, в столовой хорошо, на тренировках слушать внимательно на обучающих, те части, которые, ну, вроде как, это же обучение. Ну, не каждый воспринимает, но они стараются. Почему? Потому что футбол, футбол, вот это работает. Ну да, в этом плане понимаю. Кстати, вот ты сейчас заговорил тоже про лиги. У меня, знаешь, у меня был такой период, что мы играли как раз с пацанами. Мне кажется, кстати, вот наш возраст в Мособласти попал под то, когда мы играли во дворах, во дворах, во дворах, и потом мы начали участвовать в лигах. Вот я прям помню, там какая-то лига районная, потом появилась любительская вот эта лига, но я тогда у меня начал как бы бег, все более на таком высоком уровне появляться, и сейчас как раз объясню, к чему вопрос. Почему, как тебе кажется, и как бы из-за чего там все такие, не знаю там, злые в плане травм? Я прям заметил, что в этих лигах, и к чему сейчас вообще вопрос, я обожаю футбол, там, не знаю, играть, смотреть, но что меня всегда пугает в футболе, это травмоопасность. Ну что типа. И вопрос как раз сейчас вот эти, когда мы говорили про дворовый футбол и переходим к лигам, что мне кажется, вот я во дворе не помню, ну там, ладно, окей, пару раз, может кто-то кому-то по ноге попал, или кто-то кому-то, не знаю, просто что-то сказал, ему он фиганул со всей дури, но это были такие просто расправы там личные, но в лигах это было как будто нормой, там, не знаю, просто захерачить по ногам кому-то, как будто, не знаю, там, знаешь, типа по телеку посмотреть, что он там же рубит подкат со всей дури сзади, ну и я сейчас это сделаю, от чего такое? Хорошо, давай разберем эту ситуацию, ты во двор приходишь для того, чтобы, ну вот, собраться, чтобы что? Да просто удовольствие получить, да, мяч попинать, А там удовольствие идет от того, что ты победил. Типа они на результат? Да. Типа как только ты говоришь, что мы играем не во дворе, а это лига, тебе надо победить, вот это проблема всей системы отсутствия дворовой, во дворе, ну проиграл и проиграл, и что дальше? Ну да, ну пробили тебя, может, ну да, ну ничего, это, это, да, это же вообще, это, а тут, когда у тебя таблица есть, тут, когда у тебя есть какие-то там, каждую неделю там какой-то матч, и ты получаешь уже удовольствие не от самого футбола, не от самого процесса, а от того, что ты просто победил. А как можно победить? Ногу сломать. Мне вот в прошлом году ломали ногу на игре. Чувак просто пнул со всей дури и сломал мне ногу, потому что хотел выиграть. Ну, это трэш какой-то. Да, я ему, я всегда, когда играю, допустим, или видят там, допустим, какой-то я скиловый, да, чувак, который там, я играл с пердячими мужиками. Ну, чисто для того, чтобы просто там им помочь. Ну, мне там, у меня нет амбиций или там говорить, вот показать, какой я там супер-бупер. Нет, я наоборот, когда играю, я так говорю, о, этому отдам передачу, этому отдам передачу, я от этого кайфую. А чувак просто подлетел, мне со всей дури ударил и сломал ногу. И он считает, и считает, я думаю, да, я слышал от ребят, которые около футбольных круга, ну, которые с ним так пересекают, он еще гордился этим, рассказывал, бля, я так ему дал, что ногу сломал, ему видели, а это вот я ему, да, это я. Ну, это олигофрены полные. Ну, для меня это как раз, я помню, как раз, знаешь, моя нелюбовь, и вообще, почему я как раз перестал, мне кажется, в футбол играть, ну, не знаю, там, типа раз в недельку приходить к пацанам, потому что они перестали играть в такой, так назовем это дворовый, мы даже причем арендовали площадку, я помню, зимой, но играли все равно, это был дворовый футбол, плюс они все знали, что я бегун, и такие старались, ну, типа со мной помягче, а потом им стало, как я понимаю, скучно играть во дворе, а они перешли вот в эти в лиги, там одна лига, другая лига, они стали как раз, говорю, все более там популярными, там в Раймском в том числе, и туда они, прям мне тоже сами сказали, что чувак, туда не приходи, там типа просто, они говорят, ты просто будешь бежать, ты причем, это не вопрос того же, знаешь, типа я жестко грубо играю, и поэтому получил по ногам, а не, я просто могу бежать, и кто-то вдруг решит, потому что ему, не знаю, скучно было. в этом я говорю, в этом проблема лиг, оно зациклено именно на победах, то есть не на самом процессе, сам процесс гораздо кайфовее, вот, а они думают, что победа, это все, это вот ты выиграл, ты играл херово, ты ничего не сделал, вот есть, я всегда, знаешь, привожу пример, такое же детям говорю, вот смотрите, ситуация, ты находишься в команде, но ты при этом, там у вас есть Петя, есть часто много команд, которые просто туда пнул мяч, и там этот Петя, один великий волшебник, обыгрывает всех, забивает голы, а ты, ну ты же тоже побеждаешь, ну так, а польза какая, что тебе дает эта победа, потешить свое самолюбие, окей, лучше ли ты стал, выиграв этот там матч, или, да нет, так, а зачем она тогда тебе нужна, эта победа, сам процесс гораздо класснее, это как и в жизни, ты идешь по жизни, и вот получая удовольствие от процесса, ну да, не от самого результата, результат конца жизни, это смерть, вот такие, ты дародился такой, все смерть, блин, кайф, ну кайф, ой, вы видели, как я, это просто шикарно, нет, мы же сам процессы любим, мы живем, хотим дольше прожить, потому что нам нравится сам процесс, вот, и в футболе должен цениться сам процесс, а мы об этом забываем, и все перекладываем на результат, мы все плюемся от того, что игра говно, от того, что это смотреть невозможно, потому что люди забыли о том, что они когда-то играли в футбол, потому что им просто это нравилось, потому что они получали удовольствие именно там от того, как они бегают, от того, как они делают передачи, комбинации какие-то, а сейчас есть результат, я красавчик, все. Ну это получается, что мы приходим к каким-то звеньям в одном цепи, что, не знаю, там футбол, как ты говоришь, сейчас стал там, можно сказать, там платным, там не знаю, про деньги уже на каких-то, на самых минимальных уровнях, а получается там, где футбол про деньги, там и про результат, скорее всего, потому что это коррелирует напрямик, и фактически мы ушли от того, что, не знаю, как бы сейчас, как это там все пессимистично не звучало, но все равно, что мы ушли от того, что раньше это была игра, от которой мы кайфовали, и причем же сейчас иногда бывают какие-то там, знаешь, там я вижу там, не знаю, кто-то в секции, там не знаю, какого-то вида спорта просто играет в футбол, и видно, как там пацаны, как раз знаешь, там играют те, кто умеет, играют те, кто по мячу вообще не попадает, но они прям ржут, кайфуют, прутся, а большинство, даже если сейчас вот дворовый футбол, можно сказать, ушел в лиге, это то, что я даже, я все равно на пару матчей, конечно, этой лиги ходил, посмотреть как-то вообще, как это, что там, какие-то замены, карточки, судей вообще, ну типа, что это такое, но я как раз прям понял, что вот я как раз перестал тоже ходить, а, это боялся травм, а, б, ну что там просто вот все такие типа, блин, нам нужен результат, вот просто типа, я так думаю, ну не, мне такой, мне этот результат не нужен, я туда ходил просто. Ну, а вот представь, у меня ситуация очень простая, я могу результат добиться разными способами, я могу сломать кого-то, вывести самого ценного игрока, это же получение результата, ну да, получение, я могу спровоцировать игроков, и там, обзывать их всяко-разно, они будут на меня агрессировать, забудут о футболе, ну да, это тоже получение результата, я вот это могу, я это делаю, не от того, что мне это нравится делать, но я знаю, как добиваться результата, если мы говорим о футболе, как о достижении результата, его можно разным путем, не играя в футбол, ну да, вот это печалит, эта ситуация, к сожалению. Ну а как ты думаешь, как-то можно откатить к тому, чтобы, там не знаю, тот же футбол на разных уровнях снова стал в удовольствии, или это уже все какой-нибудь? Нет, ну это невозможно, мир меняется, и он двигается всегда вперед, назад уже никто не откатится, даже медиалига начиналась из-за разряда, ну там, классно, медийные будут играть, сейчас люди с вторых лиг, с премьер-лиги, кто-то закончил, заходят играть там с КФК, все сюда идут, все хотят внимания, все хотят побед. Ну да, так это, знаешь, это хороший же пример, опять же, у меня там из беговой сферы, я в том числе же там, не знаю, бегал за заводы, там иногда мне предлагали, типа там пацан, вот тебе там, не знаю, тысячу рублей, нужно пробежать тысячу метров, и я же помню, что тоже это было интересно, я тогда это не понимал, ну что, мне тогда вообще, не знаю, деньги дали за то, что я пробегу, и вообще классно, а сейчас, когда я вот, недавно, по-моему, с кем-то с друзьями обсуждали, я понимаю, что, блин, это так стрёмно, не знаю, изначально хорошая инициатива, там, не знаю, там первенства между какими-то там заводами, или там между цехами внутри этого завода, чтобы типа обычный человек хотел начать там бегать, не знаю, кататься на лыжах, превращалось в то, что вот эти люди приглашали профиков с разных сторон, и все такие, вот эти, и мы выиграли, и все такие, я работал на спорткомплексе, я был универсальный, мы занимались там, тренировки проводили, и закрывали футбол, закрывали какие-то еще виды спорта, плавание, вот такая ситуация была, лыжи, какие, о, у нас спартакиада шахтовая, среди шахт, компании там, соек, такие говорят, нам нужны лыжи, нужны люди, кто на лыжах, кто бежит, я такой, ну я на коньках умею, я говорю, сложно на лыжах научиться, ну, вроде можно, я за две недели, там за месяц, стою на лыжи, все, ну так как я коньком ходил, ну на коньках катаюсь, поэтому, самое сложное, синхронизировать было руки и ноги, вот, чтобы, там допустим, коньковым ходом, классикой, понятно, ну, это очень тяжело, а вот конек, коньковым ходом вообще легко, вот, я через две недели, там, через три, бежал уже дистанцию, там, 1,7 километра, спринтерскую, и я бежал с лыжниками, то есть те люди, которые ты такой одеваешь, эти простые лыжи какие-то, и приходит профик, который три раза толкнулся, и он уже 30 метров меня везет, за три толчка, и я такой, тюн-тюн-тюн-тюн, за счет силы пытаешься компенсировать, а там дедушка, которому 60 лет, но он всю жизнь в лыжах, и ты, как бы ты там ни пыжился, не сможешь, и вот здесь, это вот эта профдеформация всех, то есть прикольно, когда человек, допустим, как я приходил там в медиафутбол, я снимал какой-то контент, но в то же время, я скилловый там футболист, к примеру, и я параллельно, вот, снимая там контент, играя в футбол, вот совмещал это все, но я создавал, получается, ситуацию, в которой они говорят, да какой он блогер, это же футболист, я говорю, какой я футболист, я же не играю нигде профессионально, но я, по их мнению, это не честно, то есть, вот в этом момент заключается, что типа уравнять хочется всем, но бывает такое же в жизни, когда ты работаешь там какой-то в офисе, но при этом ты там до 20 лет, там до 18 был футболистом. Да, слушай, у нас в беге то же самое, вот этот поиск профессионалов и любителей, так вот и здесь в этом ничего, это так в жизни бывает, это не надо подтаскивать специально, а ты занимался, ну давай мы тогда поставим против тебя сейчас, Петю, Васю, Сашу, вот, чтобы наравне было, да нет наравне ничего, если человек, он в жизни, он работает в этой компании, Ну да. Какие вопросы-то? Ну вот, у него есть такие таланты, он хорошо бегает, или хорошо играет в футбол, и, но при этом он, допустим, у меня, ну, у меня, видишь, сложность такая была, что про деформацию, надо было много видов спорта закрывать, и мы там футбол закрывали, вот лыжи я закрывал там, единственное плавание, я вообще не плаваю, вот, потом настольный теннис я играл, стрельбу всевозможную, и вот в каждом из них ты типа тренируешься просто для того, чтобы, ну, быть на одном уровне, волейболы какие-нибудь, я там, вроде разыгрывающего своими тремя копейками, да, встал в середине, типа туда-сюда, вот, но это не значит, что я там должен играть с профессионалами, ну, ну, так совпало, что я имею талант в каком-то деле, ну, а у кого-то там талант в, там, как у меня жена, допустим, она финансовый контролер, с цифрами там, со всякими контрактами, а я это вообще не понимаю, и что теперь, я с ней, чтобы конкурировать, я скажу, Саня, давай, вот ты теперь возьму профессионального, да, там, финансиста, чтобы только вот уравнять, ну, это же бред. Не, мне это вообще, мне кажется, всегда было, для меня лично, есть, во-первых, два момента, которые, первое, это что профессионал, это тот, кто, не то, что он профессионал, он получает зарплату от профессионального какого-то клуба, ну, то есть, не знаю, там, если мы про бег говорим, я просто про бег попроще, для меня профессионал, это тот, кто, не знаю, там, бегает за Динамо, за то же, вот он профессионал, ну, типа, он сейчас бегает за него, это его главная работа. Да, это правильная позиция, конечно. Любители, то есть, я, например, я мог два раза в день тренироваться, но у меня при этом было 8 часов рабочих, ну, то есть, как бы, какой я профессионал, как бы, это же не профессиональный этот. Вот, а люди некоторые мыслят, вот, что это нечестно. Ну, да, не, у нас просто в беге реально то же самое, там постоянно вот эти споры. Оно везде так, это везде так, и в медиафутболе я говорю, что ты скилловый какой-то, ну, это нечестно. Ну, да, там сразу, да. Ну, ты делаешь, типа, не становится несбалансированное, все, надо, надо кого-то тебе, и вот этот бесконечный процесс, когда люди становятся, и вот те люди, которые начинали, вот как во дворе, они перестают играть. Ну, да. Потому что уровень возрастает такой, что вот они все туда, 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 туда залезли, и уже из, вот, ха, Саня там, Витек, о, мы классно там попали по мячу, супер, не попали, ничего страшного, уже превращается в то, что играют профики, а ты такой сидишь. Ну, теперь это все честно, ребят? Так нет, ну, слушай, кстати, вот ты сейчас сказал, я прям сразу вспомнил, у меня ровно так и было, когда меня помнит там, друг лучше такой пишет, слушай, там, извини, Андрюх, мы тебя не можем сегодня взять, потому что там у нас там вот типа все серьезно уже, все такое, я думаю, блин, раньше же просто, даже если что-то там бегают по бровке туда-сюда, ну и ладно, а теперь все, типа все серьезно, я такой, ну окей, ладно, что, как бы все серьезно. Люди думают, что все, вот профессионализм, это круто, сто процентов, да, но никто не отменяет того факта, что все мы занимаемся этим любительски, ну да, это все любительски, даже если ты играешь в какой-то лиге, если ты даже бегаешь за кого-то, но у тебя есть основной род деятельности, ты любитель. Ну да, отношения просто, получается, что сейчас у многих из-за вот этого, наверное, нового скачка, вот этих всяких, там, тех же лиг в, не знаю, там, в футболе, что людям, даже которые просто, вот не знаю, там, пацаны играют после работы, им всем стало казаться, что они какие-то суперпрофессионалы, и почему-то к этому относиться стали так. Мне кажется, для меня лично даже вот в этом проблема, что, ну то, что я вижу, что они перестают от этого удовольствия получать, потому что они еще после каждого матча, я прям помню еще там этих своих пацанов, что они все время расстроены. Они проиграли, да. То, что они поиграли, им уже всем пофиг было. Ну, типа, играли, если раньше они просто, вот как ты хорошо сказал, что во дворовом футболе проиграл или нет, все счастливы, потому что, не знаю, это место. Пивка пошли попили, все вместе так же, офигенно. Все классно было. А здесь все-таки, мы же проиграли. Только думаешь, ну блин, классный же матч был, там все такое, типа. Да, я говорю, да. Но нет. Ты, кстати, сейчас сказал про вот медиалигу, у меня вопрос, скорее, про нее даже вот один, это, как ты думаешь, этого первоначального такого резкого успеха к медиалиге, потому что я даже могу сказать со стороны, что для меня футбол, там, не знаю, там, как-то начал отходить, там, я даже стал, знаешь, пропускать новости из какого-то из мирового футбола, там, потому что, по работе был в запаре. Про медиалигу даже я начал слышать, про то, что как там между собой играет и все такое. Потому что начиналось это все, как дворовой футбол. Все. Типа все кайфовали. Да, ну, ты вот доступный, вот ты, допустим, я вчера в Иваново стою вместе со всеми, там, пять тысяч зрителей пришло на матч, на Амкал текстильщик, и я стою в очереди со всеми, прихожу по билету вчера, и со мной подходят все, могут сфотографироваться, кто хочет. Ну, ты можешь так представить с профессиональным футболом? Пообщаться, все могут вот так подойти, сказать, Вась, ну, что ты там, как там, а что там, ну, давай, можешь сфоткаться там, а вот, вот это близость, вот это, скажем так, дворовость, да, ситуации, когда ты вот с друганом, со своим, можешь пообщаться, можешь там, что-то у него спросить, там, сфоткался, вот, приблизился к нему, вот это изначально и сыграло большую роль, вот, плюс были интересные личности, люди же идут на футбол не потому, что там, точнее, шли, не потому, что там футболисты играли, а играли люди узнаваемые, да, те, которых они вот смотрят на ютубе, блин, Герман, Эль Классика, нифига, он еще и футбол играет, о, вообще класс, вот это подкупало, а сейчас, период начался, когда людей поменяли, из тех, кто, контент-мейкеры, люди, которые известны, широко известны, в узких кругах, они не блещут уже на поле, скилла не хватает, и уже медиалига превращается в обычную лигу, вот, в которой самое главное, это победы, мы возвращаемся к нашей истории, победил, ты молодец, не победил, ты мешок последний самый, все, и люди вот так теперь тоже мыслят, хотя раньше они смотрели, потому что прикольно было посмотреть за людьми, вот такой парадокс, к сожалению, по поводу медиалиги, но буст изначально был, в том числе, из-за этого, потому что узнаваемые лица, самый популярный вид спорта, самый доступный, и можно прийти посмотреть, вот, показ офигенный, и все такое, поэтому, сколько еще продержится лига, посмотрим, но уже, это тоже как с дворовым, мы прошли этап дворового футбола, все, уже туда не вернуться, даже кто-то, если там олдскульно плачет, вот, там было свое время, хлеб был вкуснее, ну да, трава зеленее, небо голубее, вот, сейчас уже к этому уже не вернуться, только, вот, та же гонка за профессионализмом будет, и за результатом, к сожалению. Ну да, это, кстати, и у нас, ну, в беге, там, в мировом, например, там же тоже такая же тенденция, что если раньше, там, не знаю, есть какие-то личности, и прикольно как раз за ними наблюдать, что, не знаю, там, вот он там где-то что-то сделал, сказал, как-то себя показал, и вот он выиграл, а сейчас, там, не знаю, есть там кенийцы, эфиопы, там те же, их просто скупают пачками менеджеры европейские, они их привозят, деньги заработали, все, даже если завтра этого кенийца уже никто знать не будет, им-то пофиг. Я, слушай, я вот только знаю Усейна Болт, ну, честно, вот из беговых, ну, с Богословской, с Ольгой Михайловной, мы тоже, у нас, Богословская, Ольга Михайловна, знаешь, кто ты? Да, да, конечно. Вот, у нас занимался ее сын, Миша Губерниев, вот, он прям вылитый папа, и он не в легкую атлетику, никуда, он именно в футбол, он очень долго к нам ездил, сейчас он уже ушел в жизнь, стал прям как папа, вот, большой, здоровый, но вот из таких вот прям маститых, которые там, типа, вот, ты такой смотришь, о, Болт, вот это да, и потому что Болт работал с Криштианом Роналду, Криштианом Роналду вместе с ним по технике бега работал какое-то время, вот, на самом деле, если взять про технику бега, Криштианом Роналду, она вначале, есть фильм, очень классный, когда физиологию разбирали Криштианом Роналду, когда там его тестировали, силу удара тоже, бег, спринтерский, стайерский, измененные всевозможные, и он бежит как попало, по крайней мере, тогда бежал как попало, но он очень сильно работал над этим компонентом, так же, как работал над прыжком. Да, прыгает он вообще, мне кажется, эти новости про то, как он прыгает, это все приобретенное, то есть, это работа, но вообще, в целом, все можно, понятно, что у всего есть потолок, но, есть, там, допустим, прыгать ты можешь высоко, каждый может прыгать высоко, бежать быстро, могут, каждый бежать, но просто не все 35 километров в час могут бежать, но, допустим, если мы про футбол бедем, 30 километров в час все могут бежать, ну, я думаю, что все, но это не так, понятно, что тебе не надо, там, футбол это не, там, 30 пробежал, потом все такое, как в беге, там, в спринте, ты потом все пошел отдыхать, нет, там немножко по-другому, да, там немножко чуть сложнее в этом плане, но, тем не менее, есть всегда возможность роста, и, вот, своего личного, куда ты там, грубо говоря, можешь упереться в потолок, но, есть. И мы сейчас тоже, вот ты сказал про трансляции, во-первых, еще раз поблагодарю ребят из Кинопоиска, что эта наша сейчас встреча с тобой состоялась, и про трансляции как раз можно сказать, что на Кинопоиске можно смотреть трансляции футбола, и других видов спорта, и всякие фильмы о спорте, документалки тоже можно смотреть, к чему сейчас я это вообще вспомнил, трансляции футбол для меня один из единственных видов спорта, ну, и командные, командные виды спорта, там, не знаю, хоккей тот же, когда можно получать удовольствие не только от игры, а от просмотра. Просто там в легкой атлетике, да не легкой атлетике, в бег, бег это скорее про участие, типа всем как раз, почему за беги, там, не знаю, по 20 тысяч, по 30 тысяч собирается, что это реально там круто бегать, причем все эти люди, большая часть из них, я думаю, никогда не смотрят легкую атлетику, это что-то для них вообще запредельное, и все такое. В футболе ситуация как раз, как будто бы ровно наоборот. Количество людей, которые смотрят трансляции футбольные, и там, не знаю, теперь уже и обзоры, и аналитику, там вообще чего только не смотрят, их огромное. Как ты думаешь, в чем вообще, вот реально секрет того, что футбол, как вот трансляция, как вид спорта, который смотреть, он настолько популярен? Слушай, ну людей, во-первых, больше. Считай, посмотри, как это работает. Вот ты, допустим, смотришь 22 футболиста сразу на поле. Тебе нравится, там, допустим, Криштиану Роналду, ну, допустим, а мне нравится Месси, а третьему нравится, там, допустим, Дебривины, а четвертые там вратари, которые говорят, что Эдерсон вообще идеальный вратарь, и так далее. Это все вот так вот работает, собирательным образом. Каждый все равно ходит, не всегда люди ходят на команду. Месси переехал в Францию, и фаншоп ПСЖ, и Инстаграм, запрещен, кстати, на территории Российской Федерации, пополнился на 5 миллионов. Да-да-да, это... Месси переехал в Америку, сейчас делает там историю, и Майами из 8 долларов за билет, билет стал 140 долларов стоить. Слушай, я тебе сейчас больше скажу даже про Майами, мы сейчас просто в Германии были, и там теперь в магазинах Adidas, везде теперь Майами продается. Вот просто прям, знаешь, я бы раньше никогда по такому не подумал, а здесь это чуть не как центральная футболка, теперь типа Майами. Вот к вопросу о том, почему. Потому что каждый вот ищет свое. Плюс, опять же, некоторые сидят и смотрят, да я так же могу. Если ты там бежишь, допустим, ну не все могут сказать, что сотку там за 9 секунд, ну... Короче, легко себя представить на этом же месте, что типа там, я бы так же на вес сделал бы... Абсолютно, тоже есть корреляция. Либо аналитика, ты понимаешь, что они делают. Куча аналитиков, экспертов. Хороший ты пример привел с теннисом тогда, с большим. Там же вообще непрофессионалы, очень сложно... Абсолютно. Как он так ударил. Да, да. И вот это, что настольный теннис, я вот играю, что в большой. Если ты не понимаешь структуру, как, куда, ну ты просто, ты даже не сможешь играть в этом дело. Ну что такое там, один раз мяч перебил через сетку, ну это же не игра, а футбол, это все равно, ну что, бегать все, ну как-то могут. Ну да, ну как-то могут. Как-то пинать могут все. Как-то могут все пинать. Вот в этом я говорю, и получается, что люди такие, о, классно, ну плюс показы, все-таки повторы, ну научились хорошо делать, да? Да, футбол первый, мне кажется, кто так, если мы про Россию, Европу говорим. Слушай, баскетбол клево делают, даже, ну вот, понятно, что есть американская система, да, которая возвела в культ любую трансляцию, там, супербол, ну вот для меня непонятно, вот честно, супербол, когда в регби, ну вот скрутить регби так, ну это же реально регби, по сути, только в регби ты можешь отдавать поперек и назад, а в американском футболе, в этом, у тебя передача идет либо поперек, либо вперед только. Все, вот это главное, по сути, отличие, ну то, что они там в касках, все такие нарядные, но как они это продают? Нет, это вообще шикарно. Как, это вот этот супербол, когда там в последней выступали, кто там, Риана, по-моему, или? Да, Риана, на последнем Риана была. Да, когда они профукали этот момент, когда она пузо оголила, показала, что она беременна, а оператор уехал и не показал это. Ну это фейл был, но тем не менее, то есть, они умеют делать шоу, рестлинг, камон, рестлинг, вот кажется, но это что, это же не вид спорта, как будто бы. Ну да. На самом деле, ну это же как нужно ювелирно все это делать, чтобы никого не травмировать, чтобы это все эффектные эти трюки делать, это реально прям каскадеры. У нас в России это не популярно, но там, блин, полный битком, там какие-то здания, атмосфера, то есть вот именно с точки зрения продукта, с точки зрения кайфа от самого процесса, люди все там получают. Вот особенно американские, если сидят там, ну это как культура есть. Грубо говоря, как приехал ты в Германию, и ты пивко, ну как ты не выпьешь там одно-два пива, ну да. Сидя вот так пообщаясь, а у нас, если два пива, то дальше идет еще четыре литра, и ты уже пошел ло-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о, барагозить. Культуры нет. А для того, чтобы культуру создать, люди нужны, которые будут как Месси, как Роналдо. И здесь нужны именно такие передовые спортсмены, что ты профессиональный футболист, к примеру, в какой-то профессиональной команде, но ты простой, ты свойский. К тебе могут подойти. Ты можешь любое интервью дать. Ты можешь на мероприятие на какое-то приехать. И ты показываешь, что вот я простой, как Киану Ривз сидит на лавке, ест бургер какой-то обычный. Или сейчас был как, господи, Майкрософт, Билл Гейтс, стоял в очереди, просто за бургером закинул. В очереди вместе со всеми. Но у нас такое вот как... Слушай, но у нас ты так сейчас рассказываешь. Мне кажется, что у нас пацаны в любительских лигах футбола уже считают себя звездами, в котором... В медиалиге абсолютно есть люди, которые думают, что они просто нереально. Я, ты говоришь, там, типа, популярный, известный. Что? Ну, вот я говорю, ну вот хорошо. Со мной подошло, там, сфотографировал, там, 150 человек, образно. И что? Я стал каким-то супер, там, ну все, у меня там корона выросла. Да нет. Абсолютно нет. Но то, что тебя там узнают или за тобой следят, это не показатель, не должен быть показателем того, что ты становишься бронзоветь. Да? Бронзовым. Ты должен, наоборот, все ближе. У нас получается, что чем больше денег у людей... Ну, чем популярнее или чем больше денег. Ну, это корреляция, по сути. Тем ты становишься просто недоступнее. И поэтому людям неинтересно становятся наблюдать. Да, да, да. Вот медиалига была доступна, вот, и она сейчас доступна, потому что все-таки люди, ну вот, вот они здесь. Я там на метро сейчас приехал, на самокате, и там несколько человек, например, сейчас метро. О, Вася, привет. А ты что, в метро еще ездишь? Вот, ну, к примеру, из этого. Хотя вот у меня есть хороший знакомый Володя Строгниенко, лучший комментатор. Человек абсолютно беспафосный. Ездит на метро, на электричках, со всеми там может как-то пообщаться. Вообще просто. Вот это эталон звезды. Когда ты популярный, когда тебя знают, когда говоришь, Вова Строгниенко, ну, конечно, я знаю, кто это. Но при этом ты статус имеешь, но и доступность вот к обычным людям, что спокойно можно с тобой где-то соприкоснуться, где-то там подойти спокойно. Вот это классно. Вот это идеальный, наверное, формат, когда человек популярный. И вот к таким людям будут стремиться, я думаю. Слушай, ну, кстати, да, ты сейчас говоришь. Я понимаю даже иногда, мне, например, не то чтобы хочется, там, не знаю, прикоснуться там к человеку, что-то такое, но мне даже интересно. Я сейчас почему-то, пока ты рассказывал, подумал про Формулу-1. Для меня, например, крута Формулу-1 тем, что вот эти там ребята, которые собираются, их там немного же, вот, что когда у них берут какие-то там интервью, документалки там про них снимают, они очень открыто про себя, про свою жизнь рассказывают. То есть ощущение, что ты знаешь, не знаю, там, в какой кровати он спит, как он завтракает, куда он пошел, как он думает о том, что, не знаю, для него прошла гонка, честно. А у нас, мне кажется, даже почему, вот честно скажу, там, не знаю, я российский футбол раньше вообще офигеть, как смотрел, потому что, ну, говорю, опять же, я из Раменского, я там, мне еще дед работал на стадионе, я вообще там просто жил на этом стадионе, на все матчи ходил. И я прям помню даже вот эту тему, что когда там, знаешь, какой-то новичок в клуб приходил или там даже те, кто там, не знаю, какие-нибудь старожил нашего клуба, я все как будто про них знал. Кто они такие? Почему они? Почему он так играет? Как он думает, как игра прошла? И для меня это было интересно. А сейчас, когда я говорю как раз, например, сравнение для меня лично российского футбола и, например, той же там, не знаю, международной Формулы-1, что для меня это как будто люди, я про них вообще ничего не знаю, кто это такие, почему они такие. И все интервью, большая часть интервью со многими из них, они заключаются в том, что, не знаю, там, как матч прошел. Хорошо. Ты такой, спасибо. Ну, тут вопрос, я говорю, личного желания еще. Люди некоторые говорят, что я вот профессиональный футболист, я должен быть там закрытый максимально. Есть такие, несомненно, там Роналдо, там Месси, понятно, что это два человека, которые там, ну, за ними люди стоят большущие. Да, но за ними есть Nike и Adidas, которые их раскрутили просто, ну, очень много помогли им в смысле в этом. Но они друг друга, скажем так, да, распушили. Но если вот взять локально, допустим, успех в стране, добиться успеха в стране, ну, вот, допустим, Дзюба, как бы его кто не хейтил, да, человек, народный герой. Слушай, я тебе хотел только про него сказать, это реально чувак, про которого я знаю. Да, Но это можно его ассоциировать с народным героем, особенно после чемпионата 18-го года, когда он реально просто вот повел за собой. Именно с точки зрения человеческого. То есть не скажешь, что он играл там в футбол. Да, да, не, я правильно. Но он именно с точки зрения вот как человек, и все такие, о, нифига себе, вот это махина. Вот хочется, чтобы вот таких махин российских спортсменов было много. И чтобы этих махин подсвечивали, правильно подсвечивали. Ну, что не просто человека подсветили, которому деньги занес куда-то. И у него папик там все в порядке, и мамик там все в порядке, и он такой весь на Бентли катается, все заряжено. Нет, хочется именно народных людей. Раньше вот, я думаю, в СССР те же там, Гагарин, который жил там в этом доме, в обычном доме абсолютно. Вот, там, какие-нибудь там Калашниковы, там, КамАЗы эти создали. Они, вот, они были вот здесь. Но почему-то это нетипичные популярные люди. Они не снимают селфи, они, скажем так, неинтересны для молодого поколения. Хотя, те, заложить правильные вещи, правильные ценности, которые они могли бы со своим опытом, со своим, скажем так, видением, вот этого не хватает сейчас молодежи, потому что сейчас все ценности, которые закладываются, они закладываются фрешленами. Мергенштерны, Френденштерны, Оджи Будды, Моджи Груды, там их перечисляй, они на один мотив, бочка поемая, пум 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 пум, ла ба 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 ба, ла ба 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 ба, ла ба 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 ба, ла ба 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 ба, ла ба 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 ба, весь рэп. Всё, вот я, для меня это, вот, Одна и та же песня. Включаешь разных этих. Окей, хорошо. Как отличить вас друг от друга? Да, есть коммерчески успешные. Но в большей массе это люди, которые закладывают не те ценности для молодого поколения. А спортсменов, реально спортсменов, которые характер свой могут рассказать, показать его, мало. Ну да. Ты, кстати, даже сейчас говорю про Дзюба, сказал, это было забавно, что он у меня тоже первый в голове всплывает. Я могу сказать по своему окружению, опять же, у меня окружение такое, знаешь, в этом плане классное, что оно не футбольное, и все там, не знаю, у меня там бабушка Дзюба знает. Ну то есть, типа, все Дзюбы знают. Вот у меня две фамилии, это Дзюба и Смолов, мне кажется, две фамилии, которые вот, типа, почему-то стали... Ну, Кокорин тоже, опять же. Ну вопрос, чем резонансный? Мамаев, Кокорин, понятно. Но вот именно вот если взять еще, сейчас Захарян, да, уехал, локально будет на слуху. Ну это локально все равно, да, это именно такое. Это и, допустим, уехал Головин, но он в Монако, он закрытый максимально чувак, с моего тоже города, с Ленинска, ну он дальше чуть там, но играл против меня в том числе. Вот. Он в Монако закрытый максимально. То есть, а здесь нужен, грубо говоря, свой вот этот вот, чем Ивлеева в свое время взяла. Ну да. Она вот этой простотой взяла, хотя сейчас она максимально вот уже другая. А взяла вот этой вот... Так это же круто. Офигенно. Да. Вот она и этим и взяла аудиторию. Так мне в этом плане, говорю, вот опять же, там к Формуле-1, например, возвращаясь, я чем обожаю там смотреть иногда там какие-то выпуски про Формулу-1, даже не саму гонку, а вот, знаешь, типа смотреть там потом. Они там какую-то чушь говорят, какую-то дичь творят. И то есть, ну, они настолько просто относятся ко всему, я такой думаю, блин, какие клевые чуваки. И мне так это нравится. Они, причем, знаешь, они могут или сейчас вот там, не знаю, там был Тур-де-Франс, например, в велогонке. Блин, там реально там мужики рыдают. Они там, и у них спрашивают, как гонка прошла. Он там, не знаю, в слезы, или он там счастлив. Один другого там чем-то, не знаю, водой окатил. Это настолько вот такой все живой процесс, что, во-первых, мне кажется, я могу подумать, что, о, да они такие же, как я, не знаю, как мой сосед какой-нибудь. И мне сразу за этим интереснее, что типа, не знаю, мне нравится вот этот чувак, потому что он так же, как я, не знаю, там какой-нибудь там перфекционист, он вот такой же, там, не знаю, интроверт и все такое. Блин, я буду следить за ним. Как мне это интересно. В этом, я говорю, главный момент. Ты можешь себя ассоциировать. Почему с футболом, мировым ассоциируют много людей, они себя ассоциируют с этими футболистами, с этими тренерами. А в России нет ассоциаций. Есть пропасть. Особенно, если мы говорим с футболом. То есть ты понимаешь, что ты не можешь зарабатывать 20 миллионов в месяц. Ну, не можешь. Тебе что надо сделать, чтобы такую сумму? А люди, футболисты, пиная по мячу, могут это зарабатывать. Раньше корреляция зарплат была слегка другая. Когда рабочий на заводе получал столько же, как игрок первой лиги. Плюс-минус. Это было близко. Да-да-да, полные трибуны. Я получаю там полторы тысячи, грубо говоря, рублей, а футболист получает там 1300. Я на заводе пришел, вот, и мы, есть симбиоз. Приходили же, полные трибуны были, СССР, все там, блин. Так нет, я даже могу сказать вот про Сатурш. В Раминском просто, да. В Раминском наш вообще там просто... Слушай, я был когда на КФК даже, там, и тогда уже, понятно, что не полные трибуны, но все равно люди ходят на футбол. Вот. И здесь вот ассоциация прямая должна быть. Если ее нету, пропасть, нету души, ты уже не воспринимаешь, ты не можешь переживать, ты не можешь быть сопричастным к какому-то спортсмену. А таких спортсменов, я еще раз говорю, именно российских. Их практически нет. Ну да. И, кстати, мы сейчас заговорили о футболистах российских. Ты, получается, там, не знаю, больше в курсе, там, вы все равно там с кем-то как-то что-то общаетесь. Как тебе кажется, или, не знаю, может, ты вообще там знаешь, не знаешь, они вообще кайфуют от того, что вот ты вообще играешь в футбол? Или когда ты уходишь в премьер-лигу, ну, там, в это, там, не знаю, в премьер, или там просто какие-то там высокие лиги, что у тебя там уже никакого кайфа, а ты просто, не знаю, как зомби-робот, который вот типа мне нужно играть? Слушай, ну, я думаю, что разные люди есть. Опять же, если мы возвращаемся к тому, что люди закрытые, возможно, я просто говорю, сторонник того, чтобы популяризировать какие-то вещи. Если ты какого-то высокого уровня специалист, ты можешь своим экспертным мнением или своим примером показывать какие-то вещи классные. Ну да. И вот этого почти нету. Вот это вот печально. То есть непонятно, мы не понимаем, получают они удовольствие или нет, а если бы пришел там, они там приходят периодически, конечно, но это же все как, это такие посиделки, посидели, поговорили ни о чем. Вот. Если кто-то лично там, Смолов там какие-то интервью дает, я там верю прекрасно, там какие-то вещи, допустим, он говорит, вот футбики, я, говорит, со стороны там своего возраста, там пихаю какому-то там, или подсказываю, либо там пихаю, говорю, что вот так не надо делать какому-то молодому футбику, он мне говорит в ответ, а ты, говорит, кто вообще? Ты, говорит, где играл? Я говорю, слышишь, сынок, Смолов, говорит, я-то вот там, вот там играл, а ты вообще, говорит, кроме этой вот лачуги, играть-то нигде не будешь. Он говорит, да иди нахер. Нету вот этой корреляции. То есть люди не готовы воспринимать и там что-то там, они думают, что они все все знают уже. Особенно там молодые какие-то, ну, ты что, я тут, все, я уже прям батя практически в своем деле. Ну, а откуда это вот появляется? Это типа вот из-за того, что в раннем детстве уже в лигах как-то играют? Ну, слушай, вопрос в воспитании. Что типа просто сейчас, ну, мне кажется. Ну, допустим, ценности, какие родитель может прививать. Допустим, в свое время я мечтал там, к примеру, о игрушке какой-то, о машинке. А у моих сейчас там дочерей, там этих машинок, до жопы, к примеру. Да и они не ценят их уже. И вот важно здесь создать те ценности, которые действительно ребенок или там взрослый, он будет понимать их цену действительно. Чем классно, вот мы как-то затрагивали по поводу того, что ты говоришь, я вот работаю и два раза в день тренируюсь, мне надо самому заработать. В Европе или там в Америке часть родителей именно так работает. То есть они говорят, вот ты хочешь заработать себе на это? На какой-то там лагерь, к примеру, или сборы? Иди мой посуду. Какую-то часть денег ты должен заработать сам. Для того, чтобы ты прочувствовал именно ценность, ценность этого момента. Ты должен ценить, если там у тебя есть возможность заниматься с этим тренером, если тебя родитель заплатил, а я вижу, допустим, что ребенок не хочет. Я могу сказать, что я не буду заниматься. Мне деньги не нужны. Если ребенок не хочет, вы оставьте себе эти деньги. У меня был случай как раз с спартаковским родителем, который привел один раз на тренировку ребенка. У меня занимался тренер. Индивидуально с ним. Он после Спартака приехал на тренировку. И в конце уже закуксился такой. Видно, что устал. То есть, ну все. Я такой, ну хорошо. В следующий раз приезжают. Я такой говорю, вы с тренировки? Он говорит, да, с тренировки. Я говорю, вот вы смотрите. Я говорю, аккуратно. Не перегрузите ребенка, пожалуйста, своего. Потому что проблем нету от тренироваться. Но эффективность этой работы, она будет уже не такая. Вот. Он говорит, да. Типа посыл был такой, что типа я тебе деньги плачу. Чего ты базаришь? И ровно через секунду после этих слов я забрал ребенка от тренера и сказал, вот те деньги. Я говорю, чтобы я тебя здесь больше никогда не видел. Засунь себе их в одно место. Я говорю, и больше, чтобы не приходил ты. То есть, проблема не в деньгах. Проблема в том, что должно все быть, там, допустим, у всего ценность должна быть. А не так, что ты просто вспихнул и говоришь, ну работай. Я же бабки дал там. Или ребенку тоже. Каждый должен понимать, что вот я эту работу проделал. Опять ценности. Вот почему профессиональный, когда спортсмен будет это показывать. Вот, допустим, сейчас Кастамаров, да, показывает. У него нету рук, кистей нету. У него нету ног до колен. И он показывает, что даже в этом состоянии я вчера на лед вышел. С протезами. Но вышел на лед. Вот это пример характера. Вот это тот случай, когда надо рассказывать, что вне зависимости от жопной ситуации, от той ситуации, которая происходит у тебя в жизни, она может быть по-разному. Ты все равно сможешь жить. Сможешь двигаться, сможешь развиваться. Не надо отчаиваться, не надо там какими-то там последними делами заниматься, что ну все, жизнь пропала. Нет. И вот профессиональные спортсмены могут как раз это давать. Показывать этот момент. Они не хотят. Слушай, ну наверное, сейчас будет последний вопрос. Такой немного философский. Спорт тебе приносит счастье? Да. Видишь, я как эмоционально рассказываю. Я не знаю, мне кажется, я прям на голосе, может не так будет слышно, как на видео. Я прям, я готов о спорте говорить вот максимально много, максимально увлеченно и вовлеченно. Я кайфую от любого вида спорта, кроме плавания. Вот это не мой вид спорта. Вообще не понимаю, не могу я. Могу подводным только, как шарик из этого, из простоквашины, когда он упал на дно и лег. Вот это мой вид спорта. Вот. А остальное я прям, прям очень люблю. И люблю все виды спорта. Я не так часто сейчас все смотрю, но участвовать или быть каким-то вовлеченным, прям, спорт, это отличное лекарство от всевозможных дурных мыслей. Если у тебя нет денег, беги, как Форест Гамп. Если у тебя плохая там какая-то обстановка произошла, иди, командный вид спорта тебе поможет вообще отвлечься от этого, если командный вид спорта. Если тебе надо подумать, иди в индивидуальные виды спорта. Все. Когда ты там сам в себе увлечен, ты уже, как говорится, вот обдумать, что-то продумать. Там я пришел в тренажерку, кручу там велик какой-то, ага, какие-то мысли, что-то прокинул так, ага, а в команде наоборот, ты такой вообще отключаешься, этот, тебя окутывает, это твои люди-единомышленники, которые рядом с тобой, там что-то пообщались, подкололи, там посидели, поиграли, и вот этот момент как раз-таки прекрасно подходит для бесплатного курса психологии, если нет денег на психолога тоже. Занимайтесь спортом, это самый главный посыл, кайфуйте от него. Спасибо тебе. Спасибо большое. Это был подкаст «Спортивка». Слушайте на всех доступных вам платформах, которые больше нравятся, смотрите также на YouTube, и спасибо еще раз кинопоиску, что познакомили нас. Смотрите трансляции, если вы любите смотреть трансляции, или какие-то документальные фильмы о спорте, я думаю, будет выпуск о «Спортивках» об этом, потому что я фанат документалок. Так что спасибо еще раз, и пока. Пока-пока всем!